Всем привет, друзья! Сегодня среда, значит очередной выпуск читальни геймера. И сегодня у нас на читальне такая вот замечательная книга под названием «Самые знаменитые компьютерные игры». В общем-то, такое громкое название, при этом говорит само за себя. Эта книга содержит описания действительно самых знаменитых и значимых в истории компьютерных игр. Это такое богатое издание на русском языке, как вы можете видеть, благодаря усилиям издательства Exmo. Книга была доступна в продаже примерно года два назад, сейчас ее найти крайне тяжело. В свое время она стоила недорого, где-то приблизительно рублей 800. При этом выполнена достаточно богато, переплет твердый, глянцевая бумага и цветные иллюстрации практически на каждой странице. Иллюстрации выполнены с большим толком, с душой к делу подошли, потому что самые необходимые скриншоты, какие-то заметки и персонажи. Все это здесь отображено на страницах этой книги в соответствии с темой, о которых здесь говорится. В книге в хронологическом порядке описаны, вот сейчас, как можно видеть, 70-х годов. Действительно, игровая индустрия начала зарождаться с 70-х с появлением первых, самых ранних компьютеров и аркадных автоматов. Все это здесь описано. Во-первых, компьютер-спейс, чем он был примечателен, какую он получил популярность и как он ознаменовал появление других, более популярных, например, как Pong в дальнейшем. Описано все простым, достаточно понятным языком. Читать очень интересно. Даже те, кто хорошо знаком с историей игровой индустрии, те, кто не понаслышке знает и конкретные какие-то эпизоды из игровой индустрии, зарождение каких-то консолей, могут что-то для себя, какие-то интересные детальности почерпнуть. Также здесь показаны и люди, которые принимали участие в создании тех или иных игр или консоль. Например, вот Gunpei Yokoi, известный дяденька, который работал в Nintendo. Описания есть как длинные, так и покороче. По, так сказать, содержанию книги, мне она очень напомнила, которые я показывал в предыдущих эпизодах Читальни Геймера, игры, которые стоит оценить, прежде чем умереть. Вот, если кто не видел, советую посмотреть. Тут примерно логика такая же, только количество этих самых игр заметно меньше, чем в той предыдущей книге. Но что мне нравится, сейчас издание полностью на русском, и описаны те игры, которые не то, что у нас, возможно, даже никто и не видел, и не знал. И, своего рода, эта книга в России ознаменовала, как спад железного занавеса, потому что у нас, в общем-то, история игровой индустрии лично в России начинается, наверное, со спектрума какого-нибудь или с Dendy. А тут все описывается, как есть на самом деле, как было в 70-х, 80-х. Даже в число лучших компьютерных игр попали те, которые у нас были совершенно незнакомы и непопулярны, но все же были весьма весомы на Западе. Потому что книга, своего рода, является просто переводом американского издания, соответственно, здесь все составлено для геймера, так сказать, который ценит общую мировую культуру игровой индустрии, а не только свою локальную в своей стране. Ну и, как мы уже все знаем, у нас в России сложилась своя собственная культура и история, потому очень многое для нас остается еще новым, непонятным, неизведанным, например, Robotron 2084. Я такую игру вообще никогда в жизни не видел, она мне не попадалась ни на компьютерах, ни на аркадах, ни где-то еще. Тут также описывается Commodore 64, с которым также я не сталкивался, я думаю, многие из вас тоже с Commodore не сталкивались, может быть, только с эмуляцией. Помимо информации о самих играх, здесь также есть информация о системах, например, MSCX, описывается о том, что это был за компьютер, SG-1000 от Sega. Вот это заметки о консолях мне очень понравились. Также здесь описывается, и, конечно же, вот, интересно, Nintendo Famicom показали иллюстрации на ES. Это не ошибка, просто такая немножко, ну, логическая, не точная, что ли. Было бы логичнее как раз разместить иллюстрацию. То есть есть Famicom, но крайне маленькая картинка. Было бы лучше, если бы показали именно не NSC, а Famicom. Ну да ладно, это просто придирка. Как раз статьи по консолям, они размещены в соответствии с своем поколении по временному промежутку описаний, которые содержатся в этой книге. Поэтому здесь все на своих местах. Вот эта игрушка мне, кстати, напомнила Karateko, ранее, которая была на Dendy, на Famicom, на NES также. Super Mario Bros. Ну, конечно же, как игра не могла попасть в эту подборку самых знаменитых компьютерных игр. Master System. Вот Master System, это уже менее изведанный зверек в России. Будет интересно почитать те, кто мало с ним знаком. Metal Gear. О, эту я оставлял здесь от другой книги. Набор наклеек. Она у меня здесь своего рода как закладкой служит. В комплекте с этой книгой эти наклейки не идут. Они идут в комплекте с книгой Game Over. Street Fighter. А вот здесь как раз уникальные, интересные кадры первой части Street Fighter, с чего все начиналось. Можно сказать, Capcom Street Fighter, который мы уже знаем, таким уже сегодня, он был именно второй. А вот первый, он немножко отличается. Даже немножко, очень сильно. Видно персонажам, механикой боя и все такое прочее. Но, однако, с этого зародилась легендарная игра. Maniac Mansion, PC Engine. Здесь краткое описание PC Engine. Какие были ревизии консоли, какие-то ключевые игры на эту консоль. Не обошлись стороной, конечно, также и легендарную Mega Drive. Нашу Genesis. Ну, у нас в России более известная как Mega Drive. Также здесь есть и портатив. О портативе тоже не забыли, потому что самые знаменитые компьютерные игры также входили на портативе, в числе которых также и Tetris. Ну, естественно, если мы говорим о популярном портативе, то нельзя забывать о Game Boy. Он даже в России был. Сколько, да, популярен. Супонев много рассказывал про него, рекламировал. Но, конечно, цена консоли была не очень-то и маленькая. Да, и цены на игры отдельно тоже вызывали проблемы. Поэтому не так уж много людей могли себе позволить. Но, тем не менее, она у нас продавалась. И люди, которые могли себе позволить, ее покупали. А это уже о чем-то договорить. Neo Geo. Ну, это совсем очень редкая система. Сейчас среди коллекционеров почитается. Но игры, конечно, стоят вот картриджи заоблачно дорого. Secret of Monkey Island. Это, если мне не изменяет память, одна из самых ранних и популярных квестов на ПК. Но лично я не играл. Nintendo Super Famicom. Наш Super Nintendo. Так, здесь мы уже плавно подходим к 90-м. Где уже... Вот Street Fighter 2. Super Nintendo игрушки. На Sega пошел расцвет. Первый Sonic. Legend of Zelda. Link to the Past. Да, вот действительно. Вот я хоть и небольшой фанат Зельды. В основном начал активно играть только со Switch. Но, однако, знаком с Link to the Past. И с другом играл. Достаточно много проходили. Wolfenstein 3D. Конечно, так же, как и Doom. Достойно того, чтобы попасть в список лучших игр. Super Mario Kart. Ну, тоже серия до сих пор жива. И даже вот на Wii U. На Switch до сих пор выходит. Ну, это бессмертная гоночная классика по Марио. Mortal Kombat. Здесь описывается не сколько первая часть, а вообще все. В том числе и на Аркаде. Скриншоты со второй части. Ну, все серии Mortal Kombat были популярны во всем мире. Не исключение оставляет и наша с вами страна. Gunstar Heroes. А вот за вот это у меня отдельная прям гордость. Это мой любимый Run'n'Gun на Sega. Даже больше люблю, чем Counter Hard Corps. И, однако, попал в список той большой книги, которую стоит заценить. Игры прежде, чем умереть. И так же и тут. Так что, определенно, кто еще не играл в Gunstar Heroes, обязательно поиграйте. Игрушка очень стоящая. И об этом здесь тоже, так же об этом и говорится. Ridge Racer. Аркадная игра, но попала в стартовый набор первой PlayStation. Что положительно сказалось на популярности как игры, так и консоли. Atari Jaguar. Это, к сожалению, провальная, но, в принципе, интересная консоль, которая прожила недолгую жизнь, но таинственным, так сказать, образом ушла в мир иной раньше положенного срока. Ну, виной тому, конечно, многие маркетинговые ошибки и скудный набор игр. Однако, достойно того, чтобы просто попасть в историю. И, может быть, когда-нибудь я сделаю фильм по Atari Jaguar. Virtua Fighter. Doom. Ну, как я и говорю, если Wolfenstein попал в список, то Doom обязательно обязан войти сюда. Metroid Park. Вот Park, помню, вообще интересно. Это одна из первых таких коммерческих стратегий, которые играл. Я начал свое знакомство с ней на Sega. Помню, как покупал территорию, договаривался там. Потом я не все учел. У меня работники стали бастовать. Я им перестал зарплату платить, потом обанкротился. Вот такой был неудачный мой первый опыт ведения бизнеса. Но игра может многому научить. Saturn. Ну, из-за того, что PlayStation была очень-очень популярной, другие консоли мало было шансов пробиться. Тем более у нас в России. Поэтому Saturn остался без особого внимания. PlayStation, ну, не нуждается в представлении. И сейчас, наверное, многие игры будут с PlayStation. Да, Wipeout, Commod and Conquer. Был на PC PlayStation Sega. Rally Championship. А вот это уже Saturn. Интересно. Попало в список самых знаменитых игр. Virtua Boy. Ну, не знаю, для чего, честно говоря, она попала. Называть его хорошим, успешным было бы, наверное, не совсем правильно. Серия Pokemon. Любая игра Pokemon на любую консоль автоматически должна попасть. Потому что имеет большую базу своих фанатов. Я, конечно, эту игру не очень понимаю. Но ничего против игры не имею. Если у нее большая база поклонников, значит, определенно в ней что-то есть. Resident Evil. В общем, с чего все начиналось, да. Это первая, самая первая часть, которую уже впоследствии у нас переиздавали. Но, однако, самая оригинальная первая часть попала в список самых знаменитых игр. Да, продажи у нее были колоссально высокие. Потом игру еще также переиздавали в платиновом издании. И сейчас мы можем купить тем, кто... Кому не хватает денег на простое издание первой Соньки. Quake. Ну, я лично с Quake 2 больше знаком, чем с первым. Nintendo 64. Первая консоль, как ответ приставкам своим конкурентам пятого поколения. Это Saturn и PlayStation. Но с ним не все так гладко, потому что Nintendo решила продолжать работать с картриджами. И, собственно, до добра это их не довело. Не всем это понравилось. Если их эксклюзивные игры, которые предназначались только для их консолей и собственного производства, были очень качественными. Но уже от сторонних издателей и разработчиков получилось не так все гладко. Хотя есть исключения. Тот же Capcom постарался и Resident Evil на Nintendo 64 получился классным. Пора по The Rapper. Я еще смотрел В Великом Драконе. Упоминание этой игры было очень интересно. Узнаете, что это за игра такая. Тут еще что-то связано с рэпом. Когда читал описание, очень увлекало. Но, кстати, до сих пор так и не играл в нее. Final Fantasy. Конечно, тоже знаменитая серия. Любая часть, она достоинна того, чтобы быть упомянутой в списке лучших игр. Castlevania Symphony of the Night. Вот как раз с этой игры у меня началось нормальное знакомство с Castlevania. И именно то, как она стала развиваться. Классическая трилогия мне не очень нравится. Она, мне кажется, немножко сложная, однообразная. Чего не скажешь уже о Symphony of the Night. Это уже интересно исследовать уровни. Постоянно лазить, открывать новые способности. Я на стримах постоянно говорю, что моя любимая часть это Орел Сороу на Game Boy Advance. Футбол. Final Fantasy Tactics. GoldenEye. Ну, GoldenEye это популярная игра, которая шикарно пополнила библиотеку Nintendo 64 игр. И, как я говорил в истории Medal of Honor, как раз DreamWorks Interactive взяли за основу как раз геймплей от GoldenEye, чтобы сделать свой шутер на тему Второй мировой войны. Так что, 0.07 GoldenEye это очень значимая игра, которую подражали. А это о чем тогда говорит. Fallout. Ну, те, кто играет на ПК, прекрасно на эту игру. Gran Turismo. Я плотно знаком со второй частью. У меня она ближе, ввиду того, что и больше... Мне, когда купили PlayStation, сразу была там Gran Turismo 2. Я потом сравнил с первой. Мне вторая таки больше понравилась, ввиду того, что там и тач больше. И, как показалось, трассы поинтереснее, разнообразнее. Metal Gear Solid. Ну, все знают ее. Half-Life. Ждем третью часть. А уже, может быть, и не ждем. Конечно, столько лет прошло. Скорее всего, третьей части уже не будет. А вы что думаете? Напишите в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение. Dance Dance Revolution. Если мне не изменяет память, это такая аркадная игра, где был, собственно, коврик, на котором надо было танцевать, вовремя нажимать кнопки. Dreamcast. Очередная попытка Sega повторно завоевать рынок консоли, но получилось. Сами знаем, как. Однако, Dreamcast осталась, так же, как и 3DO. Не совсем удачная, но, однако, просто незабываемая для поклонников и до сих пор почитаемая. Даже в широких кругах. Crazy Taxi. Virtua Tennis. Кстати, это все на Dreamcast. Super Smash Bros. Это уже нет. Tony Hawk Pro Skater. Да, тоже популярная игра. Shenmue. Самая дорогая игра в истории. Возможно, сейчас уже нет, но по тем меркам, да. Собственно, Shenmue она и потопила Sega, но в то же время оставила такой неизгладимый след в истории игровой индустрии и в истории библиотеки консоли, как, так сказать, последний шанс выстрелить и показать, на что способна компания ради своих поклонников, ради геймеров. 2000-е годы. 2000-е годы принес нам консоли следующего поколения. Это PlayStation 2, Xbox, GameCube, ну и уже в последующем уже Xbox 360 и Wii, и PlayStation 3. Ну вот, собственно, все. Нулевых начинал с PlayStation 2. Вот такая была периферия. Это ранняя версия. Фатка потом появилась. Слимка, по-моему, в 2004-м или 2005-м году уже появилась Слимка. Deus Ex. Counter-Strike, ну, конечно, очень популярная. Deluxe, это я не знаю, что это за игра. Devil May Cry. Ну, самая популярная, наверное, игра на PlayStation 2 из таких ранних. Потом уже пошла и вторая, и третья. В общем-то, серия жила очень долго. Advanced Wars, это я не знаю. GameCube, в общем-то, GameCube, он выходил во множестве разных цветов. Ну, самый такой классический был цвет Indigo. GameCube шла по своему пути. Это уже первая консоль, с которой уже отказались от картриджей, но перешли на мини-DVD-диски. Тут тоже не все с этим гладко, но уже что-то, уже что-то. GTA 3, конечно, та же Xbox. Еще первый, с чего вообще началось проникновение Microsoft в рынок игровой индустрии, с собственной консолью. Не считая ее провальной, она все-таки попала на второе место, даже обойдя GameCube. Даже, в общем-то, первый Xbox, он был почитаем. Microsoft активно пыталась завоевать уважение и доверие покупателей, и я считаю, что у них это получилось, потому что Xbox 360, они учли все ошибки, и Microsoft перестал быть олдсайдером. Disgaea, WarioWare. Это я тоже не знаю, что за игра. Prince of Persia и Пески Времени. Ну, многие знают, даже те, у кого не было консолей, наверняка проходили на ПК все три части, может быть, даже и последующие тоже. Хотя, последующие уже, конечно, не тру, на мой взгляд. Вот три части, самые хорошие, причем самая третья. Это моя самая любимая. Manhunt Half-Life 2. Nintendo DS. У Nintendo всегда все было хорошо с портативом, в Game Boy все были успешные, и после Game Boy Advance появился Nintendo DS. Это портативная консоль с двумя экранами, сделана совместными усилиями Miyamoto и Iwate. Они разработали вот такой концепт с применением сенсорного экрана Stius. Но, да, у консоли удалось сделать такой очистной переворот и активно конкурировать с PSP. PSP, кстати, это также было популярной консолью, но у DS был свой покупатель, и библиотека игр большая, и число продаж тоже говорит о том, что это была очень популярная консоль, она еще пересдавалась была, и DS Lite, и DSi постоянно улучшалась, и, в общем-то, люди покупали. Так что, сейчас уже и 3DS есть. Так что у Nintendo с портативом все хорошо. Даже уже Switch, будучи такой портативно-стационарной консолью, уже смещается вектор в сторону портативности. Xbox 360. Ну, как мы уже сегодня говорили, как раз благодаря Xbox 360, Microsoft окончательно утвердилась на рынке игровой индустрии, на рынке видеоигр. Вот, кстати, ранний прототип геймпада DualShock 3. Вот такой он мог бы быть страшным, но, слава богу, дело не дошло до этого. Nintendo Wii. Ну, Wii тоже очень успешная. По-моему, у нее продажи были такие колоссальны, что если Xbox 360 продажа вместе с PS3 соединить, все равно им не снилось то, что получилось сделать Wii. Дальше пошли знаковые игрушки, уже ближе к нашему времени. Не обошли стороной мобильной платформы, не только портативной, но и мобильной. Вот здесь говоря о платформе Apple, iOS, iPhone. На iPhone тоже были свои игрушки. Super Mario Galaxy. Достойная игра в библиотеке Nintendo Wii. Street Fighter 4 тоже хорошая. Да, мне она показалась даже лучше, чем пятая. Я до сих пор играю в Street Fighter 4, а пятый Street Fighter мне не понравился на PS4. Far Cry 2. Ну, третий остается лучшим. LittleBigPlanet. Demon's Souls. Flower. Minecraft, конечно же, как без него. Uncharted 2. Ну да, считаю, что из трилогии, наверное, самая была такая знаковая именно вторая часть на PS3. Journey. Fez. И все. Дальше идет предметный указатель. По названиям игр можно оценить содержание всей книги. Вот на этом книга и заканчивается. И здесь описано. Самые знаменитые компьютерные игры. История компьютерных игр насчитывают уже больше 50 лет. И за это время на свет появилось немало культовых, инновационных, очень красивых компьютерных игр. Каждая из них оказала большое влияние на игровую индустрию, дала новый толчок к развитию этой отрасли развлечений. Ну и здесь показаны самые значимые. Это Pac-Man, Quake, Mortal Kombat, Tetris и так далее. Ну что же, ребята, вот такая получилась книга. Я думаю, она очень интересная и рекомендуется в коллекциях каждого геймера, кому интересна игровая индустрия и игры вообще. Так что, если она понравилась вам и понравился мой обзор, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Пишите свои мысли и комментарии по поводу содержания книги, самой книги. Если есть, то обязательно поделитесь об этом со мной. И увидимся уже скоро. Всем пока!